Продолжение следует... Продолжение следует... Но что делать, если вы не владеете древними библейскими языками? Тогда среди переводов можно выстроить такую иерархию. Точнее всего, к оригинальному тексту будет, конечно, подстрочник. Подстрочник по-русски читать совершенно невозможно, потому что порядок слов в предложении будет нетипичным для русского языка. Но подстрочник необходим вам для того, чтобы хотя бы увидеть логику текста. Как вы знаете, к примеру, очень немногие из литературных переводчиков знают те языки, с которых они переводят. Как правило, литературные переводчики пользуются подстрочниками для литературного перевода. Специалист делает для переводчика подстрочник, а вот уже переводчик-литератор придает этому подстрочнику литературную форму. Когда речь идет о переводах библии, конечно, такая работа является неквалифицированной. Переводчик библии должен очень хорошо знать текст оригинала. После подстрочника, поэтому на втором месте по точности, стоят так называемые вербально-эквивалентные переводы. Эквивалентные переводы. Это переводы, которые пытаются максимально возможно, максимально близко следовать логике оригинального текста. Причем они пытаются переводить именно лексические единицы. И смысл предложения завязан на лексике, на семантике. То есть синтактика подчинена здесь семантике в вербально-эквивалентных переводах. Конечно же, это не всегда возможно, потому что любой перевод это всегда компромисс. Невозможно уж совершенно точно, эквивалентно передать слова оригинального текста на языке перевода. Поэтому следующим, так сказать, следующим по точности идут промежуточные переводы. Промежуточные я их назову. Между вербально-эквивалентными переводами и динамически-эквивалентными. Динамически-эквивалентными переводами. Термин динамический эквивалент был введен Юджином Найдой, известным теоретиком библейских переводов. Был он введен примерно в середине 20 века. С тех пор динамически-эквивалентные переводы стали чуть ли не нормой в современном переводческом мире. Дело в том, что динамически-эквивалентный перевод, принципы динамически-эквивалентного перевода были сформулированы довольно давно. Они были сформулированы литераторами. Если вы переводите какую-то литературу, то вам нужен динамический эквивалент. То есть вы переводите не слова, как отдельные лексические единицы, и мысль у вас складывается не из отдельных слов, следуя логике автора, а вы переводите сразу авторскую мысль. Причем вы не столь заинтересованы в подборе нужных лексем, нужных слов. Ваша задача перевести мысль гипотетическую. Я не очень понимаю, как это делается, хотя в принципе понять могу, ведь любая мысль состоит из слов. Но так или иначе, не всегда нужные слова можно подобрать, поэтому сторонники динамического эквивалента отказываются вообще от следования вербальной буквалистики. Они переводят мысли, а не слова. И из-за этого, собственно говоря, получается действительно немало положительных вещей. Динамические эквивалентные переводы легко читать. Динамический эквивалентный перевод может быть хорошим миссионерским инструментом. Если говорить о русских переводах, то вербальный эквивалентный перевод – это, конечно, перевод епископа Кассиана. К сожалению, это перевод Нового Завета. Он пользуется все-таки русской грамматикой, но его читать довольно-таки тяжело. Иногда даже тяжелее, чем синодальный текст. Потому что Кассиан преследовал одну цель – максимально приблизиться к лексике и синтактике греческого текста. Это ему, на мой взгляд, удалось. Удалось довольно-таки блестяще. Несмотря на некоторые огрехи переводы епископа Кассиана, от огрехов не свободен никакой перевод, все-таки это довольно-таки точный на сегодняшний день вербальный эквивалентный перевод. Промежуточный тип перевода – это наш синодальный текст. Потому что синодальный текст пытается одновременно передать и лексику, и синтаксис греческого и еврейского текстов. Но, когда это невозможно, он прибегает к некоторым литературным приемам. Среди его достоинств синодального перевода, несомненно, то, что он сделан в середине XIX века, когда динамически-эквивалентная теория еще не была сформулирована. Динамически-эквивалентный перевод – это, конечно же, перевод РБО. Новый перевод Библии, РБО, Новый Завет, там сейчас переведен в основу вот этого Нового Завета, взят перевод Кузнецовой, и она главный идеолог вот этого перевода. Это, конечно, динамически-эквивалентный перевод. В чем его недостатки? Помимо очевидных достоинств, которые есть у динамически-эквивалентных переводов, он известен, кстати, русскоязычному читателю по изданию Нового Завета, называемому «Радостная весть». В чем его недостатки? Готовиться по нему невозможно. Я бы крайне не рекомендовал для подготовки к проповеди использовать динамически-эквивалентные тексты. Для чтения, особенно подростками, они идеальны. Для миссионерской работы идеально дать неверующему человеку Новый Завет в переводе «Радостная весть» РБО, да? Очень хорошо, нормально. Пусть читает, что называется, и понимает общий смысл Библии. Потому что все-таки переводчики РБО достаточно квалифицированные люди, и они не допускают намеренных искажений текста, как это делают псевдопереводчики, свидетели Иегова, перевод Нового Мира. Но на самом деле перевод Нового Мира и, к сожалению, некоторые другие так называемые переводы относятся к пятой категории – парафраз. Переводчики Нового Мира, конечно, не согласятся, что у них парафраз. Они будут говорить, что они вербальные эквивалентщики, да, то есть старались максимально точно перевести. Конечно, ничего подобного. Целый ряд текстов, которые не соответствуют их теологии, перефразирован. Там совершенно переориентирован смысл. Они не тянут даже на динамический эквивалент. Парафразы, я вообще, библейские парафразы, я вообще считаю, не имеют права на существование. Разве что уж совсем для неграмотных людей. Ну или в виде детских библей, когда только какие-то намеки мысли автора там сохранены, а вообще все это передано своими словами. В парафразы, кстати, превращаются так называемые двойные переводы. Помните, был такой синенький Новый Завет, назывался он Благая Весть. Новый перевод с греческого текста был там под заголовок. Интересно, что этот перевод на самом деле был сделан не с греческого текста, а с английского текста. Причем с английского парафраза. А почему написали, что это новый перевод с греческого текста? Потому что в английском издании этого библии по-английски было написано, что это перевод с греческого текста. Они взяли и эту английскую фразу тоже перевели на всякий случай. Перевод был абсолютно крышесносящий, читать его без смеха или без слез было невозможно, поэтому его очень скоро перестали печатать. Есть и другие парафразы, которые, к сожалению, выходили на русском языке, но к ним, конечно, серьезно относиться не следует. Динамический эквивалентный перевод иногда тоже делается не с языка оригинала. Например, всем известная миссия Виклиф, чудесная миссия, сотрудники которой получат великую награду на небесах. Но, тем не менее, никто из этих сотрудников, которые едут в Индию, в Африку переводить Писание на языки местных народов, почти никто из них не обладает знаниями греческого или еврейского языка. Они переводят Библию на языки народов с английского языка. Все они проходят стажировку в Англии, они очень хорошо знают английский и переводят Библию с английского. Но, тем не менее, они пользуются методикой Юджина Найда, динамический эквивалентный перевод. Спор о том, какой из переводов использовать в богослужении, не закончится еще долго. Я знаю очень хорошие церкви, где используют для чтения в церкви динамический эквивалентный перевод РБО. И пусть используют, ничего страшного. Например, если публично читается отрывок Писания, лучше, чтобы он был наиболее адекватным для того, чтобы быть понятым. Динамический эквивалентный перевод адекватно передан словами русского языка. Но для подготовки к проповеди динамический эквивалентный перевод совершенно не годится. Я помню такой момент. Как-то я пришел в церковь, где меня попросили, Паш, ты во время проповеди, пожалуйста, прочитай текст по Радостной Вести. Я согласился, перед началом заглянул в этот текст и с ужасом увидел, что половины информации в этом тексте просто нет. Она упущена в процессе перевода. Более того, сторонники динамически эквивалентного перевода заставляют переводчика выступать толкователем текста. А это невозможно. Переводчик, конечно, толкует текст, но хорошим толкователем он быть не может, потому что он переводит большой объем текста. У него элементарно нет времени на то, чтобы скрупулезно подойти к толкованию каждого мелкого фрагмента. Поэтому принцип вербально-эквивалентного перевода, например, гласит, если в оригинальном тексте есть двусмысленность или вариант двойного толкования, то в переводе эту двусмысленность нужно оставить. Принцип динамического эквивалента гласит, если в оригинальном тексте есть двусмысленность или непонятность, ее нужно устранить. То есть выбрать какой-то один вариант перевода. И вот здесь кроется ошибка. Например, в переводе, вот в моем случае, в переводе послания к Колоссянам есть греческое слово хаерографа, которое означает рукопись, нечто написанное рукой. Рукописание переведено в синодальном тексте. Кузнецова перевела это слово как долговая расписка. Но на самом деле долговая расписка это еще не все рукописание, скажем так. От руки может быть написано не только долговая расписка, но даже и смертный приговор. Поэтому переводчик в данном случае лишил меня, как толкователя, возможности увидеть весь спектр значения этого слова. Он принял решение и очень узкое значение дал нам. Конечно, подобные ляпы, переводческие ляпы, встречаются и в синодальном тексте, и в переводе епископа Кассиана. Как я сказал, никто от них не застрахован. Когда я учился в семинаре, у нас было курсовое задание, мы переводили первое послание к фессалоникийцам. Конечно, это титанический труд переводчика. Ты тут же все забываешь. Ты видишь оригинальный текст, пытаешься подобрать адекватные русские слова, выходит какая-то корявая, неудобно читаемая каша из-под твоего переводческого пера. Переводчик, конечно, должен обладать массой навыков, массой умений и так далее. Но что я хочу сказать, братья мои. Прежде чем сесть за подготовку к проповеди, пользуйтесь для подготовки примерно вот этими источниками. Возьмите подстрочник и возьмите вербальный эквивалентный перевод. К сожалению, такого перевода Ветхого Завета на русском языке сейчас нет. Наиболее адекватный перевод Ветхого Завета пока это синодальный перевод. Ну или подстрочник, если вы возьмете подстрочник Ветхого Завета. При подготовке к проповеди по Новому Завету я рекомендую вам пользоваться переводом епископа Кассиана, ну и синодальным. Когда вы будете проповедовать, текст, который будете читать с кафедры, должен быть таким, какой принят в вашей церкви. Ну, например, если церковь ваша консервативная, не стоит шокировать ее чтением перевода Кассиана, потому что, во-первых, он более громоздкий и иногда менее понятный, и слушатель к нему не привык. Читайте синодальный текст, но готовьтесь по епископу Кассиану. И уж, конечно, никогда не используйте для подготовки динамический эквивалентный перевод. И парафраз вообще забудьте. Парафраз только для детских Библий оставьте. Динамический эквивалентный перевод. Оставьте ему его нишу. Он замечательно работает в миссионерских целях. Для назидания церкви используйте при подготовке подстрочник и вербально-эквивалентный перевод. Субтитры создавал DimaTorzok Динамический эквивалентный перевод.